Месяцы подготовки ради нескольких часов акции. В субботу Тулу захватили велосипедисты. Ради них в городе перекрыли проспект Ленина, Советскую, Октябрьскую, Кирово, Пролетарский мост. Всего 25 километров дорог. Именно такой маршрут по областной столице проложили организаторы международной акции «Велоночь». Заявки на участие подали около 2000 человек. Несмотря на холод и дождь, примерно столько и пришли в Центральный парк, где на 10 вечера был назначен старт. Жду интересных новых ощущений. Люблю велосипед. Надеюсь, что такие мероприятия будут как можно чаще проходить в нашем городе. Город развивается, мероприятия проходят. Это отлично. Я недавно задался этим вопросом, сам себе спросил, что я знаю. А по сути, я знаю только название памятников и ничего больше. Вот как раз сегодня я, может, узнаю что-то более глубоко. Семьями и друзьями в эту субботу любители велосипедов сну предпочли экскурсионную программу по городу. После регистрации уже с бэджем на шее, тулики пытались выяснить особенности маршрута. Ведь по плану они должны были заезжать в самые интересные места города, о которых в прямом эфире нашего радио им рассказывали ведущие российские историки. Будем долго петлять, будем смотреть разные достопримечательности, в том числе и жемчужины, которых не видно невооруженным глазом, которые мы специально отыскивали вместе с нашими специалистами и экспертами. И закончим мы наш замечательный променад в Кремле. Кроме радио, организаторы акции просили участников и подготовить экипировку. На велосипед повесить фликер с фонариком, на голову надеть шлем. Скорость колонии была не главной. Максимум 7 километров в час. Цель не олимпийский рекорд, а единение. Ламинцевские ворота в Денисовском переулке, Тульский оружейный завод, храм Демидовых, Кремль. Участники Велоночи посетили пять значимых мест города. Выслушали рассказы о знаменитых туляках Андрея Виниусе, Петре Белоусове, Валерии Полякове. Планировали организаторы и посещение тульского аэродрома, но в заезде на объект им отказали. Потому рассказ про эскадрилью Нормандии Неман, которая во время Второй мировой войны базировалась в Туле, участники услышали, проезжая мимо. Очень сильно изменилась Тула в последние сто лет. И когда мы представляем себе славу Тулы, самоварные бизнесы, оружейные бизнесы, мы сразу представляем гигантские заводы. А вот мы хотим рассказать о том, как все начиналось. И мы, в общем-то, готовили этот проект как рассказ о супергероях Тулы. О людях, которые ставили перед собой сверхзадачи и решали их. Впервые акция «Вела ночь» прошла в 2007 году. Сейчас в ее географии 10 городов мира, в их числе Лондон, Рим и Стамбул. Инициатором проведения мероприятия в Туле стал Алексей Дюмен. При этом только в нашем городе благодаря фонду «Перспектива» участие в велоэкскурсии стало бесплатным. В Москве, например, надо было отдать 500 рублей. Потратив на экскурсию более трех часов, тулики финишировали на площади Ленина. После многие скажут, что хотели сделать «Вела ночь» в Туле ежегодной. Руслан Щепетев, Виктор Бобров, Первый Тульский.